Парни, всем привет! В этом видео я вам расскажу какие-то вещи откровенные с точки зрения бизнеса по поводу пикапа. Но прежде чем я буду об этом рассказывать, нахожусь у себя на тренинге в пятизвездочном отеле, в том же, в котором этот тренинг проходит. И к чему все эти понты по поводу пятизвездочных отелей? К тому, что, как говорится, мечты сбываются, и это нифига не «Газпром». Какое-то время назад, допустим, год назад у меня была задача сделать так, чтобы… Я до этого вел в основном индивидуальные тренинги, то есть это был мой основной заработок. И периодически вел группы. Сейчас мы ведем группы регулярно, уже больше года откатали наш флагманский, уникальный в своем роде тренинг-практика. Ну и в чем фишка? То есть у меня была такая задумка, допустим, полтора года назад, где-то год, я думал о том, что неплохо было бы свести к минимуму свои индивидуальные тренинги и вести в основном групповые. И получается, спустя какое-то время я понимаю, что очередная из моих хотелок, из того, что я запланировал, она сбылась. По факту сейчас происходит следующее, что я веду очередной тренинг-практика, живу. В этот раз я решил пожить в этом же отеле, где я его и веду, потому что обычно в этом плане я более экономный человек. Да, я привык на отдыхе, скажем так, шиковать и позволять себе то, что мне хочется. Но когда я приезжаю по работе в Москву, я обычно живу более скромно, плюс я приезжаю со своей любимой женщиной. А сейчас я решил повыпендриваться, и потому что здесь удобно, когда можно просто в халате прийти на свой собственный тренинг. Дай я покажу тебе. Тут еще можно из плюсов, можно помахать рукой Эльвире Набиулиной, потому что мы находимся напротив Центробанка. И, собственно говоря, передать ей большой привет. Итак, а сейчас перейдем к делу. Значит, смотри, в этом видео я хочу рассказать тебе про пикап с точки зрения бизнеса. Никто так никогда, наверное, и не делал, но не знаю, как мне кажется. Вот, а именно о его материальной составляющей. Вот, значит, сейчас к чему меня, что меня к этому потолкнуло? То есть, многие парни приходят, говорят, хотим стать тренерами, хотим стать тренерами и так далее. То есть, у них у всех есть какие-то разные причины для этого, но одна из распространенных причин – они считают, что на этом нужно много заработать достаточно хорошо. В принципе, да, я считаю, что на этом можно много заработать и достаточно хорошо, и все относительно. Но, значит, для этого нужно, как и в каком-то любом другом деле, проделать достаточно большой путь, плюс еще очень большую составляющую имеет именно, скажем, сторона, связанная с продажами. Значит, давайте я вам расскажу, как это было со мной. Я уже сто раз повторял, что пикап для меня – это нечто иное, кроме как просто съем телочек. И сейчас мои тренинги, они превратились давно уже в такие мероприятия, скажем, где женщины и общение с женщинами – это всего лишь лакмусовая бумажка, по которой можно увидеть, что с человеком не так и как ему помочь вообще по жизни. То есть, я могу смело сказать, что мои тренинги – это тренинги личностного роста. Женщины являются отличным показателем, который дает мгновенную боль, если что-то не получается с ними, и отличным стимулом для развития мужчин, когда для тех мужчин, которые как-то засиделись на месте. И плюс самый важный момент, что для успеха первично – это твоя личная жизнь. Потому что успех – это не деньги, не их количество, не миллионы, не какие-то связи. Успех в первую очередь, если у вас правильно адекватные ценности, успех – это то, когда вы приходите домой, и вас там ждет любимый человек, ваша семья, и вы его ждете и так далее, и все у вас в этом плане классно. Значит, смотрите, женщина – отличный источник боли и мотивации. Ну и одновременно это отличный источник энергии, отличный источник вдохновения, потому что когда у вас есть любимая, которая вас любит, и вы ее, это очень круто, это и есть самое главное в вашей жизни. Значит, далекие от пикапа люди говорят следующее, что пикап – это типа некие манипуляции. Я хотел бы развеять этот миф. То есть в обществе очень плотно закрепился стереотип, потому что пикап – это манипуляция над бедными женщинами и так далее, с целью их обмануть, заполучить там что-то от них и так далее. Пикап – это совсем не манипуляция. Я даже скажу больше. Люди, которые далеки от пикапа, именно они как раз и включают какие-то манипуляции. То есть это у них, ну, соответственно, если ты далек от пикапа, то у тебя фишечки, у тебя шаблончики, у тебя какие-то гениальные слова из серии «Вашей маме зять не нужен» и прочая херня. И это обычные мужчины манипулируют своими подарками, цветами, ухаживаниями, фальшими комплиментами, прочим говном, чтобы заполучить женщину. То есть как раз цель пикапа, ну, в моем понимании – сделать так, чтобы вытащить из тебя тебя самого настоящего, чтобы ты расслабился и перестал там кого-то из себя изображать, подходя к женщинам. Когда ты расслабишься здесь и наладишь свою жизнь в плане женщин, все остальные аспекты дотянутся сами собой. Уж я-то точно знаю, о чем говорят, потому что я видел огромное количество достойных мужчин. То есть ко мне приходят абсолютно разные мужики. В последнее время все больше мужчины 45 плюс даже часто приходят. И среди них есть и пилоты, и бизнесмены, и сварщики обычные, и кто угодно, не знаю. Вот сейчас у нас, значит, на мероприятии сидит глава администрации одного из районов Ленобласти, скажем так. По понятным причинам я не буду называть его имя и фамилию. Вот. Приходили хирурги, приходили летчики, приходили кто угодно. То есть все это достойнейшие мужчины. И я уверен, что ты являешься таковым же. Но когда дело касалось общения с женщинами, то есть они превращались просто в непонятных существ, которые пытались все что угодно из себя изобразить, лишь бы только показаться лучше, чем им кажется на самом деле. И это и есть задача пикапа, помочь таким мужчинам. Женщины никогда не поймут этот мужской страх. Сколько бы мы им не говорили, сколько бы не объясняли, ну есть среди них особо понимающих, которые говорят, да-да-да, но на уровне физиологии, на уровне ощущений и именно чувств женщины никогда не поймут этого дурацкого, необъяснимого мужского страха. В этом и вся загвоздка, что мужчины тоже не могут его себе объяснить, поэтому начинают выдумывать себе всякую херню из серии, я слишком низкий, слишком толстый, недостаточно богатый, слишком лысый, и у меня там, не знаю, машина не та и так далее. То есть мужчина не может себе объяснить, почему ему страшно, поэтому он придумывает какие-то, подставляет туда какие-то отговорки, какую-то хрень, которую ему воспринять как чисто такому техническому человеку проще. Почему столько негатива, да, то есть приходится, скажем, продавать свои услуги, свои тренинги, да, продавать навыки, которые мы можем вам вместе с вами в вас внедрить, приходится их продавать и сталкиваться с большим количеством негатива, потому что вообще в социуме очень большое количество негатива. Почему я заговорил о негативе? Не так давно был случай, когда одного придурка, я надеюсь, все-таки посадили в тюрьму, который определенное время назад создал канал по теме пикапа, снимал подставные видео, просто какую-то полнейшую чушь и лажу, называл себя пикап-тренером, его карьера закончилась, потому что этого человека все-таки вывели на чистую воду, и спустя какое-то время этот человек, переодевшись в костюм полицейского, где-то приобретя корочки этого полицейского, пошел мошенническим путем, начал разводить какого-то предпринимателя на деньги. То есть этого человека поймали, я надеюсь, все-таки, что он сидит в тюрьме, потому что так и нужно с такими людьми поступать. В чем фишка? Поскольку он был якобы бывшим пикапером, про это показали по телевизору, про это показали там везде в интернете, и, конечно же, обязательно, сука, туда приобрели пикап, сказали, что вот, там бывший пикапер, такой-то сикой, манипулятор и так далее. То есть общество, оно будет устроено всегда так, что всех людей, которые идут поперек его рамок, ограничений, поперек системы, напомню, которые направлены только на то, чтобы ты был послушным винтиком в системе и нес бабки государству, то есть всех этих людей общество не любит. И то есть именно поэтому, когда у тебя начинаются какие-то успехи с девушками, многие твои друзья начинают говорить, да ты что, ты как лох, там пойдем с нами пиво попьем и так далее, ты что там, то есть они начинают тянуть тебя назад, потому что эти люди, то есть как только ты начнешь там более успешно в плане денег становиться, в плане женщин, в плане чего угодно, перестанешь быть жирным, не знаю, похудеешь, все эти люди, они не простят себе твоих успехов, потому что для того, чтобы вылезти куда-то наружу в любом деле, тебе нужно будет очень много и сильно поработать и постараться. И, конечно, гораздо проще не делать этого, гораздо проще затащить тебя обратно, и поэтому люди всегда будут негативить в сторону, в том числе в сторону пикапа. Плюс развелось очень много говношкол, прости господи за слово школы в отношении к ним, и каждый второй человек, у которого, не знаю, более-менее завышенная самооценка, он может назвать себя кем угодно, там, начать заниматься пикапом, вести какие-то тренинги, и это дискредитировало продукт. Мои мероприятия стоят достаточно дорого, ну, хотя это абсолютно реальные деньги, да, то есть эти люди, ведя свои тренинги за более дешевые деньги, они, скажем, берут себе какую-то аудиторию, которая на это ведется. Потом они уходят оттуда, понимают, что ничего не работает, им так и не помогли. Здесь очень много психологии и психотерапии, в которой я сам сейчас активно развиваюсь, то есть почти два года уже я занимаюсь активно с своим психотерапевтом и учусь, и лечусь, и все это я внедряю в своих продуктах. Значит, смотрите, так, 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 что я хотел бы вам сказать? Значит, как бизнес-пикап очень сложный. Почему? Несмотря на то, что Максим Батырев, уважаемый мной, если вы знаете такого человека, говорит, что специфика, понятия специфика в бизнесе не существует, да, что, типа, нет специфического бизнеса, каждый бизнес по-своему специфический. И я считаю, что все-таки, несмотря на это, мой бизнес один из самых специфичных. Потому что мне приходится сталкиваться с огромным количеством возражений, и на языке бизнесменов рынок очень неосознанный, очень неосознанный. То есть люди не понимают того, что им это нужно как воздух. Почему? Потому что у мужчины есть страх, не дай бог, он кому-то покажется некрутым, поэтому все одевают на себя костюм снегиря, блядь, с напыщенным красным пузом, и ходят с гордостью, говорят, нет, что вы, я вас сам чему хочешь научу, и так далее. И даже если девушка прилюдно этого парня пошлет, и подойти к нему сказать, мужик, то есть, слушай, давай мы тебе поможем, он все равно будет отнекиваться, говорить, вы че, дебилы, у меня все в порядке, у меня все нормально. Это связано с мужским страхом, вдруг я, все узнают, что я недостаточно крутой. Это первое, значит. Второе, это тот же самый социальный стереотип. И третий момент, то, что людям страшно, людям некомфортно, то есть они действительно не могут объяснить этот страх, поэтому им некомфортно. Если, что касается работы с девушками по теме отношений, то есть, когда ты ведешь тренинги в теме отношений для женщин, женщины устроены таким образом, что они сами придут, они еще притащат своих подруг, они еще всем это все расскажут. Абсолютное большинство наших учеников, они не оставляют отзывы, не потому что им не понравилось, а потому что даже пройдя тренинг, они все равно считают, что нужно это сохранить в тайне, то есть, чтобы никто не знал, что я не такой крутой родился, что я у кого-то этому учился. Это, значит, одна из причин, почему бизнес очень сложный. Значит, и получается такая двоякая странная ситуация. 90% мужчин с одной стороны, 90% мужчин испытывают какие-то проблемы и трудности с женщинами, с другой стороны, они этого не осознают, потому что твои друзья, твои знакомые, твои коллеги по работе, они точно такие же. То есть, они также женились на какой-нибудь жирной истеричке, прости господи, да, то есть, они также, их жена отпускает через раз попить пиво с друзьями под окном, чтобы я видела, вот, и поэтому ты считаешь, живя вот в этом окружении, что это нормальная практика и, в принципе, у меня будет так же. Так, значит, негативное отношение, в принципе, к тренингам, да, то есть, сейчас появилось, ну, то есть, сейчас у нас мы живем в пору того, что засилие всяких, скажем, тренингов, курсов и всего прочего, это прям волна такая. И на этой волне, конечно же, как и везде, вылазят какие-то, ну, не самые добросовестные тренеры, мошенники и прочее. То есть, есть очень много людей, которые ведут какие-то тренинги по бизнесу, по какому-то успешному успеху и по прочему говну, то есть, и туда люди приходят, и меня удивляют эти люди, то есть, они там скачут, они там прыгают, они поют песенки под музыку. То есть, в смысле, блядь, то есть, вы приходите на тренинг по бизнесу, как создать свое предприятие, свое дело или увеличить продажи, и вы скачете под музыку, то есть, и вы видите в рекламе, что люди скачут под музыку. Зачем вы туда идете, чтобы потом, придя оттуда, сказать, что это говно? То есть, и на волне всего этого возникает какое-то негативное отношение, то есть, какие-то термины из серии инфо-цыгане и неинфо-цыгане, ну, то есть, это такой любимый термин недалеких людей. Значит, что касается моего продукта и моего тренинга? Я даю абсолютно конкретные прикладные навыки, то есть, мы делаем прикладные упражнения, то есть, есть проблема, мы ее выявляем, мы даем человеку упражнения, которые решат эту проблему хотя бы внешне, плюс добавляем туда психотерапию, и человек идет под нашим контролем, все это делает на практике. Поэтому, ребята, если вы когда-нибудь соберетесь пойти на тренинг по бизнесу, я считаю, что, сука, тренинг по бизнесу должен как минимум быть скучным. Есть, например, то есть, это первое, не ждите, если там кто-то пляшет, скачет и устраивает дискотеку и прочее, это говно, это не может называться нормальным бизнес-тренингом. Да, и следующий момент, значит, если вы идете на тренинг по бизнесу, то это должен быть какой-то конкретный чувак в определенном сегменте, в определенной сфере. То есть, ну, нет такого человека, который может вас очень тонко, очень грамотно, очень глубоко научить в каждой сфере бизнеса. Если вы хотите научиться маркетингу, клиентоориентированности, например, вы идете к Игорю Ману. Если вы хотите научиться там трафику, вы идете к какому-то другому человеку. То есть, там должны быть специалисты. Еще раз, это должно быть скучно. Почему люди ведутся на все это дерьмо с танцами вокруг бубна? Потому что, во-первых, вы сами виноваты. Это растет поколение ленивых людей, которые ни хера не хотят ничего делать, не хотят работать и хотят все сразу. То есть, вы ведетесь на то, чтобы произошло чудо. И эти ленивые люди ведутся на эти тренинги. И второе, все ведутся на эту красивую жизнь. Поэтому эти тренеры всячески демонстрируют свою там супер-пупер красивую жизнь. И не спрашивайте меня, где результат. Значит, любой нормальный, психологически здоровый человек понимает, что, чтобы добиться чего-то в жизни, каких-то высот, нужно много работать, усиленно работать. Но нет таких чудесных путей. То есть, такое бывает крайне редко. И рассчитывать, что вам повезет, это абсолютно глупо. А сейчас все хотят быть бизнесменами, блогерами, коучерами, тренерами, прости господи, не знаю, какими-то там стартаперами. И именно в этом ваша проблема, что никто не хочет развиваться в своей специальности, никто не хочет строить горизонтальную карьеру. Все хотят пройти и получить бабки. Такого не будет. Значит, смотри, в чем сложность бизнеса моего? То, что, например, я веду вебинар. То есть, там есть вебинар платный за небольшие деньги, чтобы отсечь ненужных людей. Значит, там есть очень многие люди, которые покупали мои какие-то диски, курсы, продукты, книжку за 15 тысяч рублей, даже какие-то максимальные пакеты. И получается, что они уже занесли денег. То есть, при этом они пришли на вебинар. Значит, то, что они смотрели ранее за деньги, им понравилось. Поэтому они продолжают меня смотреть. Потому что, если бы они просто так это купили, они бы не стали... Но если бы они не получили оттуда какую-то пользу, они бы не стали ходить дальше на мои мероприятия. Они пришли. Весь день, весь вечер, вернее, они ныли о том, что как все плохо, как все плохо, как я не хочу встречать Новый год один, как у меня не получается это. Да, да, это про меня, мне не хватает пинка, мне нужны пинки. Я сам не могу, мне нужны пинки. То есть, странная, конечно, формулировка. Ну, как будто я араб какой-то, почему меня должны пинать. То есть, я все это время слышал это нытье. И в конце, когда я предложил этим людям прийти на мое мероприятие, на тренинг-практика, и сказал, ребята, для вас сегодня будет существенная скидка. То есть, ну, я цену не озвучил. Но для того, чтобы туда попасть, нужно ставить заявку, позвонить. С вами свяжутся, расскажут, сколько это стоит. Причем для вас скидка, да. То есть, и как вообще туда попасть. Как правило, количество людей, ну, то есть, выхлоп намного меньше. То есть, количество людей, оставивших заявку, даже тех, которые ныли, что все плохо, оно намного меньше, чем тех людей, которые ныли. В этом и вся проблема, что даже осознавая свою боль, свои какие-то ненравящиеся им моменты, даже уже занеся мне денег, поняв, что это работает, осталось только взять и сделать это физически, то есть, нужно просто узнать цену. То есть, им никто не говорил, что вам надо прийти и сразу заплатить. Даже на это люди не особо ведутся. В этом сложность всего этого мероприятия, всего этого бизнеса. Поэтому, если вы собрались стать пикап-тренерами, подумайте об отделе продаж и о том, что это все продается очень и очень, скажем, своеобразно. Потому что люди не спешат приходить на тренинги, потому что это, а, стоит достаточно денег, б, то есть, тебе не принесут телочку на подносе. Тебе еще за эти деньги придется работать, работать над собой достаточно серьезно. Значит, самое тупое и нелогичное, что эту заявку оставили единицы с вебинара. Вот так вот выглядит мой бизнес. Значит, смотрите, ребята, мне остается только пожалеть женщин, которые вас окружают. Потому что бедные женщины, они же не знают об этом вашем страхе. И они это видят как горстку мужчинок, которые, она идет по улице, они оборачиваются ей вслед, и никто не может с этим ничего сделать. И женщина, во-первых, она неадекватно начинает оценивать себя, она считает, что я такая охуенная, наверное, что ко мне никто не может подойти. А с другой стороны, она начинает понимать, что с этими мужчинами что-то не так. И как бы это вообще непростительно и тупо знать, в чем твоя проблема, понимать, что ее нужно решить, в принципе, иметь возможности и финансовые времены для ее решения, но не решать ее по причине страха. И не надо мне рассказывать, что меня сковывает страх. У кого-то страх больше, у кого-то меньше. Но это не страх смерти, то есть тут другая какая-то форма, поэтому, ребят, вы от этого не сдохните. Вопрос вообще не в страхе, а вопрос в воле, потому что кто-то боится и делает, кто-то боится и предпочитает этим страхом прикрываться. У вас у всех проблемы с волей. Воля – это умение причинить себе страдания ради своего будущего блага. Поэтому ваша проблема никуда не денется, пока вы не возьмете себя элементарно за яйца. В этом и есть специфичность моего бизнеса. Плюс есть специфика внутри самой работы. Например, когда к тебе приходит здоровенный мужик какой-то весь в татуировках, нужно иметь, причем он очень сильно сыт и боится, то есть нужно иметь мужество, чтобы сказать ему прямым текстом, что он ссыкло. Это в конце концов нужно найти к человеку подход. Либо когда приходит какой-то топ-менеджер со своими амбициями, со своим пафосом, и к нему нужно найти подход. К каждому человеку нужно найти свой подход. Или когда к тебе приехал на последние деньги какой-нибудь сварщик из Челябинска, и он красавчик, он молодец, он все делает, у него все хорошо и все получается. Но объективно в центре Москвы девушки все-таки ведутся на то, как человек выглядит в первую очередь тоже. И когда он выглядит так, как будто он, не знаю, только что варил в этих штанах, потому что они у него вытянуты, облезли и так далее, и нужно иметь мужество, чтобы сказать человеку, что все классно, чувак, но здесь еще нужно немножечко поднапрячься для того, чтобы как-то апгрейдить себя по внешнему виду. Тут очень много моментов, которые остаются за кадром, о которых ты не знаешь. В чем еще момент, да, что когда у человека ломается машина, у него нет таких мыслей, чинить ее или не чинить, потому что он на ней работает, она ему нужна, он идет и чинит ее в автосервисе, потому что он даже не задумывается о том, что это делать не надо. Но когда у тебя нет женщины, когда тебя в десятый раз уже там за последний месяц послали нахер при знакомстве, или та, в которую ты влюблен, она сказала, извини, братан, мы можем быть только друзьями, то есть здесь почему-то люди не шевелятся, да, то есть они не считают, что это важно, важно решить эту проблему. То есть машины и вопросов нет, но со своим одиночеством, со своим страданием, со своей болью проблему никто решать не хочет. И если ты оброс, у тебя лохматая башка, ты просто едешь в барбершоп, но здесь совершенно другое. Но получается, когда ты приходишь в пустую квартиру очередной раз, да, там тебе 37 лет, например, там или 40, и тебе некому даже позвонить, у тебя есть деньги, у тебя есть там, не знаю, бизнес, все что угодно, но ты не можешь элементарно просто провести свой вечер с женщиной, с которой тебе хорошо, то есть этот вопрос почему-то никто решать не хочет. И именно поэтому, ребята, мой бизнес достаточно сложный. Здесь еще очень много есть подводных камней, нюансов, о которых вы не знаете. И самое главное, что как было раньше, сейчас, слава богу, этого нет, то есть я должен был еще уговорить и убедить людей, что им это нужно. И там люди не с первого раза еще соглашались. То есть, ну, прикол в том, что когда они приходят сюда, у них единственная реакция у всех общая, они говорят, почему я раньше этим вопросом не занялся. Слава богу, сейчас мне не приходится никого уговаривать, сейчас у нас проблем с клиентами нет. Хотя так было не всегда, и были времена очень разные. Значит, смотрите, в настоящем пикапе нет никаких манипуляций. Конечная цель пикапа – это расслабленное, спокойное, комфортное внутреннее состояние в общении с любыми девушками везде, где угодно. Общение с женщинами, оно неминуемо отражается на общении с другими людьми. То есть, это неминуемо отражается на бизнесе, на работе, на каком-то вашем личном продвижении. И, соответственно, для кого-то пикап – это бизнес, для кого-то пикап – это образ жизни, для кого-то пикап – это способ найти себе жену, для кого-то пикап – это некая зависимость. Пикап – это разная штука, и им можно пользоваться также, по сути дела, как каким-то змеинным ядом. То есть, тот же яд, он может и убить человека, если неправильно его использовать, и также он может человека вылечить, сделать его счастливым по итогу. И да, собственно говоря, ребята, из приятных вещей, да, это приятно, когда тебя узнают в Берлине в метро. Просто какой-то левый чувак, которого ты никогда не видел, который тебя первый раз видит вживую, подходит и говорит, здравствуйте, я вас узнал. Это приятно, когда с тобой просят сфотографироваться на улице. Это приятно, когда сейчас, да, пришло 30 человек, и я могу позволить себе жить в этом пятизвездочном отеле и спускаться, ну не в халате, конечно, спускаться и проводить этот тренинг. Здесь очень много приятных вещей, которые уже давно стали привычными, но все равно они так или иначе поднимают настроение. И особенно мне приятно то, что у меня появилось все больше и больше хороших знакомых, ребят, которые приезжают с разных стран, с разных городов. То есть сейчас у меня есть такая тенденция, я беру свою любимую жену, и мы едем в разные города в гости к этим ребятам. Вот недавно мы были в Берлине у Влада. Влад, большой привет. То есть у меня есть ребята в Будапеште, в Венгрии, у меня есть ребята в Англии, в нескольких городах. У меня есть ребята вообще в принципе по всему миру, плюс не говоря о том, что приезжая в любой российский город, буду очень рад с вами увидеться, парни, когда я там нахожусь. Значит, как-то так. И поэтому, парни, собственно, к чему все это было? Я вас хочу пригласить на следующий новогодний тренинг практика, который у нас стартует с 12 по 15 декабря. Это будет не совсем обычный расширенный формат. Подробности прочитайте под этим видео. А сейчас я вам пойду покажу... Дай мне на минуточку, пожалуйста. Я пойду вам, ребяточки, покажу, как проходит наше мероприятие. Вот. И... Сейчас, сейчас, сейчас. Погодите. Погодите. Пойдем покажу. Как вам тренинг, мужики? Огорь! Всем быть на следующий поток.